Операция, начавшаяся 14 ноября, она четко определена. И цели ее четко определены. Она направлена на уничтожение баз террористов. Она предназначила уничтожить те пусковые установки, которые существуют в ГАЗе. Она никоим образом не направлена против гражданского населения. Израиль делает все возможное для того, чтобы гражданское население чем меньше пострадало в этой операции. Более 20 тысяч телефонных разговоров было сделано для того, чтобы предупредить население не находиться в местах близких к запуску ракет и к складам боеприпасов. Были выпущены листовки. То, что происходит с палестинской стороны, мы видим картину совершенно другую, когда используются люди и дети как живой щит. И мы часто говорим о том, что и постоянно говорим о том, что на протяжении 11 лет израильское население юга находилось под постоянным минометным и ракетным обстрелом. Целое поколение детей выросли на том, что они сидели в бомбоубежищах и ждали сирен. Это травма, которую трудно излечить. Но Израиль разработал очень основательную систему охраны тыла. И, наверное, тот, кто следит за событиями, смотрит кадры, видит, как все организовано, и люди стремительно укрываются. Тем не менее, не обходится без жертв. С израильской стороны сегодня тяжело ранен один человек после прямого попадания ракеты. За время операции было убито 4 человека и немалое количество раненых, среди которых тяжелые раненые. Разговоры о нормализации, о переговорах по прекращению огня ведутся последние 48 часов. В этом принимают активное участие и представители Египта, президент Египта самолично. Визиты, как в Газу, сегодня я знаю, что в Газу прилетает министр иностранных дел и министр здравоохранения Марокко. Там были и другие представители. На сегодняшний день у нас нет ясной ситуации, что предстоит. Мы хотим чем меньше жертв, но мы знаем, что для того, чтобы наступило спокойствие, необходимо немедленное прекращение обстрела Израиля и те условия, которые Израиль выдвигает. Мы следим за событиями. За последнюю ночь было выпущено десятки ракет по Израилю. Израиль со своей стороны провел несколько операций по точечному уничтожению анклавов террористов. И вот пока что мы не являемся свидетелями затишья, а только свидетелями разговоров о переговорах по завершению этого конфликта. Целью этой операции является уничтожение той платформы, той базы террористических боевиков. Мы не говорим о том, что возможно уничтожить Хамас полностью. Все прекрасно дают тебе в этом отчет. Мы знаем только, что при помощи таких стран, как Иран, Ливия и других, ракеты, которые поступают постоянно туда, являются угрозой Израилю. И Израиль не мог больше вести позицию сдерживания. Мы в 2005 году оставили газу. Прекрасно знаете, надеялись, что там будет развиваться инфраструктура, они будут оздоравливать свою экономику. Но все ресурсы идут только на борьбу с Израилем. Хамас до сих пор не признает государство Израиль и не выполняет обязательств данных квартету. Работа квартета ведется между Израилем и палестинской автономией. Вопрос о том, чтобы сесть за стол мирных переговоров за последние годы не удался. Тем не менее, Израиль считает, что наличие квартета очень важен. И мы увидим в дальнейшем ее работу. Если мы сравниваем или проводим какой-то параллель между работой квартета и ситуацией в Газе, следует объяснить, что до сих пор нет соглашения и согласия между Хамасом и партией Абумазана. Абумазан, собственно, потерял власть уже давно. Абумазан уже давно считается номинальным лидером. И вся власть находится в руках у Хамаса. Хамас очень настроен военизированно. Как я уже сказала, хочет стереть Израиль вообще с лица земли. И поэтому работа квартета по Хамасу никак не вписывается в ситуацию. Но, тем не менее, позиция России, мы ее в последние дни очень прослеживаем, призывает обе стороны прекратить свои действия и обсуждать эти вопросы. Причем позиция России, она довольно получила такой смягчающий какой-то оттенок и не была настолько остра, как первая ее реакция. То, что происходит в Газии, ее плотность населения, точно известное расположение тех боевых точек, которые там существуют. Я вам хочу сказать, я уже говорила в начале, что было сделано 20 тысяч звонков, чтобы предупредить мирных граждан о точечной нападении Израиля. Именно на те анклавы, на те места, где расположены боевики. Очень часто они укрываются в школах, в больницах, в детских садах. И, конечно, это затрудняет некоторые операции против террористов и тех мест, где находятся запускные установки. Когда Израиль начинает такую операцию, он должен рассчитывать и должен быть готов к любой ситуации. Израиль объявил, что это первым долгом антитеррористическая операция по защите граждан. И для того, чтобы действительно парализовать систему Хамаса, откуда идут постоянные стрельбы по мирным жителям, необходимы наземные силы. Решение у наземной операции еще не принято, но готовый к ней Израиль уже. Мы не хотим возвращаться в ГАЗ, у нас нет никакого намерения там находиться. Но если это будет необходимо, Израиль предпринят все шаги, все шаги, я повторяю, и цитирую нашего главу правительства и министра иностранных дел, чтобы оградить мирных жителей Израиля от ракетных и минометных обстрелов.